Почему холодный воздух? Да. Так, уже холодно на улице, а мы только сели машину. Сейчас все согреется, поедем. Бывает так редко, но тем не менее так совпало. Сегодня суббота утро, у меня есть свободное время. Его, правда, немного, но тем не менее. Сейчас еду проверить машину на Дайна-тесте, посмотреть, сколько в итоге у меня получилось лошадок на ней. Что-то, может быть, отрегулировать, подправить, сделать какой-то аджаст. И, возможно, потом поеду на трек. Посмотрим, как будет со временем. Договорился с ребятами, у них есть этот самый Дайна-тест, и поэтому грех не попробовать посмотреть. Изначально здесь было 400, по-моему, 45 лошадок от двигателя, но на колеса примерно 380. Какие у меня ожидания? Ожидания, я думаю, где-то прирост плюс 100 лошадок. То есть на колеса примерно должно передаваться 480, к примеру. По поводу торга у меня предположений вообще нет. Но посмотрим. Если в итоге покажет где-то около 500, это будет вообще сказка. А если больше, то надо будет проверить еще раз на треке показатель 0-100. Ну, либо по американским меркам 0-60. Последний раз 0-60 и проехал за 3,9. У нас здесь какой-то новый комплекс отгрохали. Нормально так стройка была, незаметно для меня. Вот такой вот я частый гость в этой местности. А еще дорога не достроена. Еще дорога не достроена? Нет. Понятно. Какое-то время назад я уже заикался о том, что было бы неплохо посчитать, сколько обходится для дальнобойщика один его рабочий день. Будто это выходной, будто это просто будний день, когда есть груз. Но тем не менее, знать в среднем по году, насколько затратен один день для дальнобойщика. А зная этот среднегодовой расход в день, то можно без проблем выбрать для себя более оптимальный груз. Бывает так, что есть, к примеру, два груза. Один рассчитан на 3 дня, и там цена чуть выше. А есть другой груз, который рассчитан на 2 дня, и там цена чуть ниже. И вот какой груз выбрать, чтобы не остаться в минусе? И более оптимально подобрать для себя этот самый груз. А зная свои среднегодовые расходы в течение года, можно вывести как раз-таки либо сколько обходится день в среднем в году, либо сколько обходится каждая миля, пока вы гоняете на своем траке. А зная свой среднегодовой доход, можно рассчитать, сколько вы зарабатываете каждый день, несмотря на выходной этот день, либо это рабочий день, то есть вывести среднюю вашу зарплату за год в течение дня. Тем самым, имея эту самую зарплату за год, вы можете уже для себя посмотреть, настолько ли выгоден этот тракинг, может быть что-то найти более подходящее для вас и с измеримым бюджетом в плане профита, в плане вашего заработка. Ну вот так вот, зачем мне это, зачем мне это, а то гоняю, гоняю, а лошадок-то не знаю сколько. Серега, твои предположения, сколько покажут? Предположение, что сколько такая? Я думаю, где-то... В стоке 380 примерно на колесах, на колесах в стоке. Значит где-то 400-500-500-600 где-то. Нормальный размер. Давай хотя бы в рейнде какого-нибудь 50 хорс пауэр. 380? Было 380, да. До? До. Сейчас? Я думаю, ну 450. 450, ну в принципе где-то 100-90-100, да? Добавилось. 70. 70, думаешь, добавилось? Ну окей, посмотрим, хорошо. Корнел, твои предположения сколько с 380... Видишь, производитель, производитель он выдает мощность изначально на моторе. На моторе 400... 450, да? 445, да. Я думаю, будет 500, 20-550, а то и больше. На трансмиссии, на колесах сказать, это очень... Ну сейчас же покажут на колесах. Нет, мы покажем на моторе. А, на моторе покажут? Да. Ага. Так, готовимся к первому запуску. Посмотрим, на что способна эта малышка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мне прям интересно, сколько. Так, а что там? 557? 557. Так, ну что, в итоге показала при стоке 380 на колеса и на двигатель, по-моему, 445. Сейчас показала 550 на двигателе, а на колеса пока неизвестно. 550, прирост получился 110 лошадиных сил. По торгу максимально было, по-моему, 670 в стоке или 650, что-то такое надо перепроверить. А сейчас пиковая получилась 810. В принципе, неплохо. Надо сейчас прогнать, посмотреть, если получится съездить на трек. Перед тем, как мы перейдем в каблицы, которую я составил для того, чтобы рассчитать, сколько нам обходится один день, находясь в трекинге, для водителя, для оунера, я прошу вас сделать репост этого ролика, поддержать, скажем так, канал и разместить в любых социальных сетях, там, где вы есть, просто скинуть ссылку на это видео и поделиться просто с друзьями. Погнали! Итак, из расходников, то, что я вспомнил, это трек-паймент, то есть платеж за трек, если вы взяли трек новый, трейлер-паймент, соответственно, платеж за трейлер, иншуранс на трек, иншуранс на трейлер, регистрейшн, который платится раз в год, также хайвэй юстакс, тоже этот элемент платится раз в год, карго-иншуранс, этот платеж платится раз в неделю, и компания с вас просто взимает определенную сумму, чтобы покрыть эту страховку, то есть это страховка товара, которую вы перевозите. Также драйвер иншуранс, это также компания с вас снимает определенную сумму, страхуя вас как водителя, если с вами что-то случится в течение времени, пока вы находитесь на работе, эта страховка покрывает, если с вами что-то случилось, вы поранились, либо не дай бог что. Также из расходников имеется паркинг, вам надо где-то парковать трак толы, Это оплата платных дорог Также затраты на топливо, затраты на ифту Ифта это налог на топливо, он в каждом штате отличается И в конце года, либо ежеквартально вы подводите итоги И так сказать, подбиваете в конце всю отчетность Также я сюда включил замену масла Оплату скейл тикетов, то есть вам необходимо взвешивать груз Скажем так, и это стоит определенных денег Поставить колеса на трейлере так, как вам необходимо, чтобы была правильная развесовка Также затраты на интернет, у каждого они свои, введем там среднее какое-то значение В 16 пункт я хочу включить какой-то определенный запас денег Для того, чтобы покрыть какие-то ремонты, покупку запчастей И всяких мелких расходов, которые связаны с тракингом В этой части таблицы мы введем mileage Сколько вы проезжаете за год в среднем Я думаю, у каждого значение это свое И по ходу движения, как это будем рассчитывать Вы можете рассчитать для себя самостоятельно Как это будет выглядеть в вашем конкретном случае Также мы здесь имеем MPG Это mile per gallon То есть сколько количество миль мы можем проехать на одном галлоне топлива Здесь я ввел 7 и 5, чтобы просто сравнить расходы на топливо в течение года Здесь я ввел среднюю цену на топливо в течение года То есть она может отличаться Это в принципе зависит от того, как вы и где вы ездите Но я просто для усреднения ввел 3 И дальше здесь у нас будут автоматически рассчитываться расходы Которые приходятся в течение года на один день То есть среднее значение всех расходов, которые мы получим в этой таблице Здесь это будет отображаться, это будет автоматически суммироваться И мы поделим на 365 И вот сюда сразу пойдет эта сумма Сколько вы тратите в день Независимо от того, работали вы или не работали То есть среднее значение в течение года будет публиковаться именно в этой ячейке Также мы получим здесь автоматически, сколько вы зарабатываете в день То есть как это будет рассчитываться Мы посмотрим, сколько у нас будет инкам Соответственно 90% от инкама Так как мы 10% дадим компании за диспетчерские услуги Отнимем от этой суммы, сколько у нас получится Здесь суммарно expenses, затратов наших И поделим на 365 Тем самым мы получим, сколько мы зарабатываем в день Ну и в этой ячейке мы получим, сколько мы зарабатываем в месяц То есть эта сумма, которая получилась здесь Мы умножим на 30 и получим, сколько среднее значение в месяц мы зарабатываем В качестве owner-оператора Итак, приступим Начнем с того, сколько мы проезжаем миль в год То есть я думаю, здесь среднее значение 150 тысяч Это каждый водитель в среднем проезжает То есть сразу мы видим, что здесь таблица поменялась Наши expenses сразу получается поменялись Получается при этом уже раскладе мы имеем затраты в день 176 долларов И наша прибыль, соответственно, получается минус 176 долларов Что составит наш инкам минус 5 тысяч в месяц Здесь сразу рассчитывается автоматически Сколько мы тратим на топливо среднее в течение года При расходе 7, при стоимости топлива 3 и при расходе 5 Соответственно, получается разница здесь почти 26 тысяч долларов в год При вот таких разных расходах Итак, что мы имеем дальше? Дальше у нас получается, надо посчитать, сколько мы имеем гроза Это самый важный элемент, скажем так, в этой таблице Который влияет на наш инкам Один из самых важнейших Итак, в неделю сколько у нас гроз получается? Я введу среднее значение 6500 гроза Соответственно, нас автоматически рассчиталось, что за 50 недель Я не взял 52 недели, так как в году 52 недели Но я могу предположить, что 2 недели мы примерно где-то 2 раза по неделе брали отпуск и отдыхали Соответственно, у нас 6500 в неделю На 50 недель получилось 325 тысяч Это 100% инкам Но так как мы отдаем 10% компании за диспетчерские услуги У нас остается 292 тысячи 500 Это наш инкам после вычета 10% Здесь мы сразу видим, что у нас уже total expenses Соответственно, вот эта сумма Эта сумма берется непосредственно с нашего расхода на топливо 64 тысячи То есть она сразу автоматически попадает вот сюда в наш expenses в год Так, начнем дальше заполнять Track payment Могу предположить, что мы взяли трак новый Дали какой-то down payment И наш платеж, к примеру, на 5 лет составил 2600 долларов Что составляет в год 31.200 Дальше, trailer payment Мы взяли, к примеру, новый Refer Рассчитаем для Refer, но вы можете рассчитать для себя самостоятельно Логика, думаю, понятна То есть, 1400 долларов, если вы без down payment взяли на 5 лет, к примеру Соответственно, у нас получилось год, мы платим 16.800 Track insurance Ну, сколько мы платим track insurance? Ну, давайте возьмем 500 500 долларов получается в месяц, что в год составит 6000 Trailer insurance Я думаю, среднее значение для трейлера это будет где-то около 300 долларов Но эти значения могут отличаться у вас там где-то чуть больше, где-то чуть меньше Я взял 300 То есть, если у вас какие-то есть комментарии По каким-то определенным элементам Здесь все пронумеровано от 1 до 16 И вы можете в комментариях написать, с каким пунктом вы не согласны Либо я что-то здесь забыл И дописать, чтобы мы как-то что-то отрегулировали этот вопрос Сразу скажу, я сюда не включал расходы на житье, бытие То есть, на питание и на проживание Так как даже не работая, нам все равно придется где-то жить И где-то питаться это к работе никак не относится Итак, registration Registration в год примерно 1800 с копейками То есть, ну, плюс налог, там что-то там как-то плюс-минус Я напишу просто 2000 Эти копейки никак сильно не повлияют на общие результаты, которые мы здесь будем иметь Кстати, можете сразу следить, как меняется, скажем так, значение наших затрат в день И нашего инкама в день Так, далее Highway Use Tax Примерно это в год составляет 550 долларов Далее Cargo Insurance Cargo Insurance получается в среднем 250 долларов в неделю Это то, что, к примеру, снимает Carry нас еженедельно Что в год получится 13 тысяч Дальше Driver Insurance Driver Insurance получается, по-моему, 164 доллара в неделю На этапе монтажа я уже понял, что я совершил ошибку 164 доллара это не в неделю, это в месяц Но перезаписывать я уже не стал Я просто сейчас вам говорю Вы люди сообразительные, так что поймете 164 доллара в неделю Что составит в год 1968 долларов Паркинг Паркинг у всех отличается То есть, мы должны где-то парковать свой трак Кто-то паркует его на тракстапах Оставляет, кто-то дома паркует У кого-то это значение ноль У кого-то это совсем дорого Я знаю, что у нас в Chicago Area Это где-то в среднем 200-300-350 То есть, возьмем, к примеру, 250 долларов в месяц Что в год составит 3000 долларов Толы, платные дороги Здесь тоже такой момент, что кто-то ездит на запад И там очень мало толов По сути, мало То есть, я беру относительное значение Кто-то ездит на East Там очень дорогие толы То есть, в месяц могут толы составлять 1000 И даже 1200, 1400, я не знаю То есть, в этих значениях Я возьму, к примеру, там, не знаю 500 долларов в месяц Что составит примерно 6000 долларов в год Далее, фил у нас уже посчитан Ифта, налог на топливо Я не буду сильно вдаваться в подробности То есть, это, возможно, отдельный ролик Надо делать, объяснять, что такое ифта И как это работает Но я думаю, что если в среднем вбить 2000 долларов Мы получим результат Примерно сколько мы доплачиваем При оптимизации ифты и движения по всем штатам Я думаю, примерно вы с этим согласны Либо, если не согласны, можете опять-таки написать в комментариях Я вобью 2000 долларов в год Чтобы уравнять все наши движения по всем штатам Относительно заправок, где мы там заправляемся Oil change, вбиваем сюда цену замены То есть, примерно, 350 долларов за каждую замену Получается, меняя масло каждые 15 тысяч миль А проехав 150 тысяч Мы получаем, что мы будем иметь где-то 10 замен И получается 3500 долларов затраты на как раз-таки oil change Scale, это наши затраты на взвешивание То есть, проверка веса, распределение по осям и так далее Ну, я напишу 1200 долларов в год У кого-то больше, у кого-то меньше То есть, мы в среднем имеем где-то 3-4 разных груза В неделю Обычно на риферах мы катаемся И там это довольно-таки тяжелые грузы Соответственно, нам надо практически каждый груз проверять на весах И вы там можете прикинуть Какого-то 1000, у кого-то полторы У кого-то кто-то вообще не взвешивается В общем, я вобью 1200 Это значение такое высокое И оно не сильно будет влиять на вот эти самые данные Интернет Интернет в среднем, сколько мы тратим? Где-то 100 долларов мы тратим примерно в месяц Что составит 1200 долларов в год И Other Что такое другое? Другое, это примерно наши затраты на, я не знаю, на покупку каких-то бумаг На сканеры, ксерексы Ну, я не знаю, там какие-то ремонты дополнительные Какие-то затраты, которые не были включены изначально вот в это все То есть я напишу примерно, ну пусть будет, не знаю, там 5-6 тысяч долларов Давайте напишем 1008 долларов Чтобы примерно как-то округлить То есть сюда входят ремонт и покупка запчастей То есть если трат у нас новый, он меньше ломается Но с набором мили Это сумма какая-то будет, которая сэкономлена, например, в первые года Она потом свое наберет И, к примеру, к выслуге лет гарантийного обслуживания Мы исчерпаем этот баланс, который мы вложим каждый год То есть возьмем примерно 8 тысяч долларов Ну, давайте в объем 8 тысяч долларов Что у нас получается? У нас получается, что мы при вот этих всех значениях Получаем, что потратим в год 164 303 Это усредненное значение То есть у вас, возможно, получатся какие-то другие результаты Но я примерно так накидал Это не обязательно, что это мои результаты Это просто, что в голову пришло Как я думаю, как я считал И примерно, что получается в средних значениях Получается 164 303 Имея вот это значение и поделив его на 365 Мы получаем, что каждый день Независимо от того, работаем мы, не работаем То есть так как это значения были взяты усредненные Мы тратим Либо тракинг нам обходится в качестве бизнеса 450 долларов в день То есть это независимо Понедельник, едете вы куда-то, не едете Либо это воскресенье, вы стоите дома Отдыхаете Все равно он вам обойдется в 450 долларов Далее, если мы наш инкам после выплаты 10% компании 292 500 Отнимем вот эту сумму И разделим ее на 365 Мы получим наш инкам То есть наш доход в день после наших вычетов Всех вот этих вычетов И получается, что в день мы зарабатываем 351 доллар Примерно усредненно Что составит в месяц примерно 10 536 долларов Если у нас расход 5 миль на галлон То, соответственно, в наши экспенсы Сюда пойдет уже сумма не 64, а 90 тысяч И вот эта сумма увеличится на 26 тысяч И примерно, ну сколько здесь на скидку составит? Примерно 190 тысяч Эту оставшуюся сумму уже поделим на, не знаю, на 365 И получим здесь меньше инкам в день Соответственно, меньше заработок в месяц У нас снова получился ролик около 20 минут И перед тем, как делать какие-то выводы Я думаю, надо вам дать шанс, возможность написать комментарий Может быть, я что-то забыл, что-то упустил Что-то написал неправильно И перед тем, как делать те самые выводы Надо все это дело исправить В следующем ролике я объясню, почему для меня Более целесообразно считать непосредственно Расходную часть на день, среднюю за год Чем считать, сколько для меня обходится одна миля работы на траке Попишите свои комментарии, пишите свои мысли Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь И большущая просьба Закиньте ссылку на это видео в вашей социальной сети Поделитесь с друзьями В общем, вам за это респект И уважаю Камаа Субтитры сделал DimaTorzok